Большая пушкинская семья так себя называют участники открытых пушкинских чтений. В этот день они собираются у библиотеки имени любимого поэта уже четвертый год подряд. Звучит здесь и любовная лирика, и патриотические строки. Прививаем любовь к красивому русскому слову, пропагандируем творчество любимого в Сочи поэта. В прошлом году мы читали пять часов подряд. Подходили-подходили сочинцы, гости города, вспоминали стихи. Это так объединяет. И действительно здесь тогда преобладает русский дух. В день рождения Пушкина члены поэтического клуба Сочи не просто читают стихи писателя, но и делятся своими новыми произведениями. Я слепой, я не могу читать, писать, но я слагаюсь и запоминаю его порезию, читают и поют. Она в нас вдохновение вселяет. Она дает нам радость и уют. Духовно души нам обогащает. А кого-то на написание стихотворения вдохновил именно 218-й день рождения Пушкина. Утром в 6 утра я написал такие строчки. И день рождения праздник для народа. В день гибели здесь траур над страной. Цветы и вечно наши даты года. Душой и сердцем мы всегда с тобой. О Пушкине говорят. Его литературное творчество сопровождает на протяжении всей жизни. С его сказками начинают знакомиться, еще не научившись читать. А в повседневной жизни поэта любят цитировать. Мороз и солнце, день чудесный. Унылая пора, чья очарование. Я к вам пишу, чего же более. В Сочи Пушкина читает и стар, и млад. Только варианты у каждого свои. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на нем. И ходит в нем по цепи вроде кот зеленый. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Такие стихи, это неповторимые. Такие эмоции. Очень люблю Пушкина. Что же касается Дня русского языка, то отмечать его в день рождения Пушкина решили в Организации объединенных наций. А все потому, что Пушкин – любимый русский писатель, которого к тому же называют основоположником современного русского литературного языка. И владеют им 250 миллионов жителей планеты.